60% россиян интересуются достижениями науки и техники. Более половины жителей страны читают научпоп, научно-популярные книги и статьи. Таковы данные опроса в целом. Здравствуйте! Мы еженедельно рассказываем о науке и жизни крупнейшего вуза по Болжье. Это КФУ. Итоги недели. Сегодня вы узнаете. Чему и как мы не только будем учить детей, но и как вы их воспитываете. Как Татарстан и Башкортостан объединились в решении вопросов по обучению родным языкам. Мозг это пельмени, условно говоря, в то же время как соусы это анестезия. Анестетика и головной мозг. Какое исследование открывает новые возможности для изучения главного органа центральной нервной системы? Это аморфно-металлический сплав. По виду обычная фольга. Для промышленных масштабов. Чем стал интересен физикам КФУ необычный, но сложный сплав? Как стремительно меняются требования потребителей информации на медиапространстве. И они должны успеть в завтра. Искусство находить новости. Роль медиа в современном обществе и где учат на журналистов. Роль родного языка в развитии диалога культур. Об этом на неделе говорили депутаты Госсовета Татарстана и Госсобрания Башкортостана. Профильные комитеты парламентов республик привели совместное заседание. Оно прошло в Актанышском районе на границе двух республик. Его участником стал иректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. По итогам заседания принята резолюция с рекомендациями для исполнительных законодательных органов регионов и общественных институтов. Среди них создание рабочих групп, работа над учебниками для школьников, проведение национальных праздников. Большая часть работы предстоит и ученым. Планируется создать межвузовский научно-методический совет по обучению родному языку и изучению родных языков. Также Академии наук республик рассмотрят возможность создания временного научно-исследовательского коллектива. Они рекомендуют большим учебным заведениям, расположенным на территории Республики Татарстана, на территории Республики Башкирстан, которые занимаются вопросами подготовки, прежде всего, учительских кадров, вопросами лингвистики, сохранения родного языка и собственной идентичности, создать соответствующие совместные рабочие группы, которые бы исследовали эти вопросы. В топ-5 научно-популярных направлений, которыми интересуются наши сограждане, медицина, астрономия, технические достижения, биология и психология. Следующее исследование казанских ученых точно заинтересует любителей популярных дисциплин. Здесь сплетаются и биология, и медицина, и информационные технологии. Каково влияние анестетиков на головной мозг? Именно это сейчас исследуют специалисты лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии. Анестетики – это лекарственные препараты, которые уменьшают чувствительность тела или его части, вплоть до полного прекращения восприятия информации об окружающей среде и собственном состоянии. Препараты очень важны при лечении пациентов для обезболивания или наркоза анестезии. Исследование медиков обширное. Оно было поддержано грантом Российского научного фонда. В группу вошли представители и других подразделений КФУ – Института информационных технологий и интеллектуальных систем и Института физики. Роза Зарипова расскажет о зависимости мозговой деятельности от приема анестетиков. Мы приходим в магазин, мы выбираем пельмени. Мы приходим домой, варим эти пельмени. А дальше добавляем какие-то специи, соусы. В результате садимся, пробуем эти пельмени, и они божественны. Нейробиологи научной исследовательской лаборатории нейробиологии Казанского университета могут буквально на пальцах объяснить нам, простым обывателям, как анестетики влияют на головной мозг. В нашем случае был вопрос, насколько анестезия, то есть обезболивающие, насколько они влияют на то, что мы регистрируем, то, что мы записываем. То есть мозг – это пельмени, условно говоря, в то же время как соусы – это анестезия. За основу исследования были взяты два широко используемых анестетика – изофлоран и уритан. Исследования проводились на грызунах. Изучали, как обезболивающие воздействуют на активность головного мозга. Готовилось животное, которое ставилось на эту установку. Дальше запускалась видеорегистрация. Дальше мы давали животному разные концентрации анестетиков. Регистрировали, как выглядит активность. И дальше уже с помощью достаточной мат-обработки мы смогли оценить эту активность и сравнить для разных анестетиков и для разных концентраций. Научный руководитель проекта, кандидат наук Марат Милибаев, объясняет, что разные анестетики разным образом воздействуют на мозг. А значит, неправильный подбор анестетика может напрямую повлиять на механизмы работы мозга и привести к ложным результатам и к неправильным выводам о том, как работает и наш мозг тоже. Если мы сравниваем уритан, это инъекционный анестетик, для него есть, конечно, ограничения свои в использовании. И сравниваем с изофлораном, это газообразный анестетик, который подается через маску. Аналог у человека это что-то в клинике сивофлоран. Так вот, мы увидели, что уритан, он меньше изменяет активность, чем изофлоран. Это означает, что уритан более предпочителен для использования в исследованиях. Это совместная работа Марата Милибаева и его студентов, а также студента и аспиранта других институтов Казанского университета. В рамках исследований удалось применить метод внутреннего оптического сигнала, когда не требуется массивных хирургических вмешательств. Для того, чтобы изучить эффекты изофлорана и уритана, мы создали вот такую экспериментальную схему. Мы снимали поверхность черепа животного с помощью камеры и при этом подсвечивали ее разными цветами – зеленым, красным и инфракрасным. И при этом мы видим участок затемнения, который соответствует области активного мозга животного. Мы разработали менее инвазивный подход, который связан с видеорегистрацией активности с поверхности коры головного мозга. То есть нам не нужно вскрывать череп, нам не нужно делать какие-то отверстия, чтобы вставлять электроды. И нам не нужны электроды совсем. То есть мы, наблюдая на расстоянии 20 сантиметров над поверхностью головного мозга, мы можем сказать, какая активность там происходит и где она происходит. Результаты исследований недавно были опубликованы в научном журнале Международного издательства. Они будут востребованы как учеными фундаментальной науки, так и врачами, считает Марат Менливаев. Вроде бы мы не можем на данный момент предсказать, где будут востребованы наши результаты, однако потом это волшебным образом получается так, что врачи-клиницисты, они читают результаты, которые получены в фундаментальной науке. Мне кажется, это хорошее подтверждение того, что практическая значимость наших работ, она достаточно высокая. Если мы имеем возможность сравнить уже сделанные опубликованные результаты, благодаря нашей работе мы таким образом напрямую уменьшаем количество экспериментов, которые необходимо сделать и количество экспериментов, которые необходимо сделать. Параллельно нейробиологи Казанского университета работают над другим проектом, жизненно важным для многих людей, в особенности детей, страдающих эпилепсией. Используя результаты работ с анестетиками, ученые считают, что смогут буквально по ниточкам изучить, в какой области головного мозга определяется и распространяется эпилептическая активность. Роза Зарипова, Радмир Софиулин, КФУ, итоги недели. Не менее важное исследование провели и представители Института физики Казанского федерального университета. Их работа также была поддержана Российским научным фондом. Физики особым способом исследовали пористый аморфный нетинол. Пористый нетинол весьма популярный материал в различных отраслях промышленности. В нем уникальным образом сочетаются разные физико-механические свойства. Это низкий удельный вес, высокая стойкость, коррозии, хорошая биосовместимость. Пористый нетинол с кристаллической матрицей легко синтезируется и применяется в металлургии. А вот аморфный пористый нетинол сложно синтезировать. Как раз изучение деформации нетинола и стали объектом работы казанских ученых. За год они провели сложные расчеты. Айгуль Гараева уточнила у физиков, каким результатом они пришли в рамках исследований. Это аморфный металлический сплав. По виду обычная фольга. Но для специалистов, для материаловедов это не фольга. Это как раз таки вот тот самый интересный перспективный материал. В руках профессора Института физики Анатолия Мокшина лента. Образец, который казанским ученым предоставили коллеги из физико-технического института Уральского отделения Российской Академии Наук, работающего в рамках общего действующего проекта Российского научного фонда. Это прототип того пористого материала, который исследовали непосредственно сами ученые Казанского университета. Их образцы представлены в виде компьютерных моделей. Допустим, если такой паузистый образец будет подтвержен таким вот включением информации. Первый соавтор, доцент Булат Галимзянов демонстрирует результаты изучения деформации нитинола. В рамках исследования в течение года им были проведены сложные расчеты. Наша задача была посмотреть на примере нитинола, это так называемый материал, сплав никеля и титана. Очень популярный сплав. Используется в медицине, используется в различных технологических сферах и так далее. На примере этого сплава посмотреть, как вообще ведет себя аморфный поистый вот такой сплав. Их механические свойства какие, структура какая и так далее. И наши результаты мы все это показываем. Наиболее интересные результаты физики получаются, когда исследование проводится на стыке с другими науками, в частности с материаловедением. Замысловатые для большинства людей названия самого изучаемого материала – пористый аморфный нитинол – ученые объясняют с помощью аналогии. Представим, что это есть губка. И представим, что это губка металлическая. Добавим еще следующее условие, что она очень интересного состава. Ее образуют такие компоненты металлические, которые являются уникальными. И в итоге мы получаем на выходе такой материал, который является очень прочным, очень прочным и в то же время очень легким. Ну плюс к этому могут добавляться такие свойства, как биосовместимость. А мы знаем, что не каждый материал не отторгается организмом. И в итоге получаем очень интересный материал, который может применяться в медицине, в аэрокосмической промышленности, в станкостроении. Пористый – значит очень легкий. Благодаря этому свойству материал позволяет облегчить и вес предметов. Если, например, корпус или некоторые конструкции автомобиля делать из таких пористых материалов, то они станут гораздо легче, что при дальнейшей эксплуатации весьма экономично скажется на расходе топлива. Различают две структуры нитинола – кристаллический и аморфный. Кристаллический сравнительно легко получить с металлургической промышленности. Он хорошо изучен. Наши результаты показывают, что именно аморфный, он по механическим характеристикам наиболее прочнее, наиболее лучше, чем кристаллический. Его возможности гораздо шире и лучше, чем кристаллический аналог. Полагаем, что наши результаты будут очень полезны, когда при синтезе вот этого материала уже в металлургических масштабах, промышленных масштабах. До сих пор традиционные материалы изучались натурным экспериментом. Готовился материал, он исследовался на различные механические свойства – на растяжение, на сжатие, на скручивание. В настоящее время такие исследования проводятся на компьютере. И именно это является уникальным в рамках нашего проекта. То есть мы практически все эксперименты наши проводим на компьютере. Что это дает? Во-первых, это дает следующее, что мы избегаем затрат, которые требуются для натурного эксперимента. Для изготовления сплава, для проведения натурных экспериментов, исследований. У нас все это проходит на компьютере, и мы на самом деле можем затем предсказать и подсказать, как нужно выполнять настоящий эксперимент. Работа ученых была опубликована в международном высокорейтинговом журнале. Публикация научной статьи в нем – это по факту присвоение авторства исследованию. Кстати, при расчетах использовались не только общедоступные готовые вычислительные пакеты, но и собственные разработки – заблаговременно запатентованные компьютерные программы. Аморфный нитинол мало изучен. Как происходит теплопроводность? Как можно управлять пористой структурой этого материала? На эти вопросы ученым еще только предстоит ответить. Там очень много задач по разным направлениям касательно этого материала. Таких материалов много на самом деле. И мы постепенно эти задачи решаем в рамках проекта Российского научного фонда. У нас там все это заявлено. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда, который в частности выражалось в предоставлении дистанционного доступа к суперкомпьютерам Московского государственного университета для произведения расчетов. Айгуль Гараев, Радмир Софиулин, КФУ. Итоги недели. Количество научно-популярных изданий в России за последние годы увеличилось в разы. Появились целые каналы. Однако для работы в таких изданиях необходимы специализированные корреспонденты. Первая задача научного журналиста заключается в том, чтобы обработать очень специфическую информацию, собранную учеными, в такую форму, чтобы обычный зритель или читатель мог ее понять и оценить. И этому тоже необходимо учиться. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ популярна среди российских и зарубежных абитуриентов, желающих осуществить свою мечту – стать журналистом. Ведь эта профессия действительно интересна и многогранна. По сути своей работы универсальный журналист меняет профессию каждый день. Сегодня он делает репортаж с пожарными. Завтра он уже в больнице. А через день совершают облет с экипажем вертолета. И во всем он должен быть первым. 19 мая в республике отметили день татарстанской прессы. Как готовят кадры для медиасферы, какие изменения могут быть в приемной кампании, мы поговорим с директором высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, известным журналистом и ведущим Леонидом Толчинским. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Добрый день. На этой неделе в Татарстане отметили день печати. На ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится медиаполе республики? Я думаю, что будет правильнее, если оценку медиаполю, состоянию медиаполя республики будут давать те люди, которые ставят задачи по развитию этого медиаполя. Учитывая, что все-таки сфера такая, очень субъективная, у каждого в зависимости от того, что он хочет, какие задачи видит, свои и оценки рождаются. Поэтому, может быть, будет правильнее оставить эту оценочную составляющую тем людям, которые эти задачи и ставят перед этим полем. Могу сказать лишь одно, что если говорить в целом о медиаполе Российской Федерации, мне кажется, что оно пока очень далеко до идеала. Ну, в том числе и элементы этого медиаполя, присутствующего в регионах. Точно могу сказать, что медиаполе, которое будет по мере того, как выпускники российских университетов, специализирующиеся в области медиа, будут приходить в профессию, медиаполе будет принципиально другим. А вот недавнее событие, на ваш взгляд, Казанская трагедия, какие недостатки, а может быть, достоинства показала именно в свете работы самих журналистов и средств массовой информации? Это вообще серьезный вопрос, да? Анализ того, что, как, для чего, с какой целью, с какими последствиями работает современное медиапространство. Вот ситуация с Казанской трагедией показала, что, ну, вот осветить событие, вот факт того, что произошло, понятно, что средства массовой информации классические давно уже потеряли монополию на, что называется, право первой ночи, да? Вообще первые сообщения пошли в Твиттере, потом дальше включился Телеграм, дальше уже подключились традиционные СМИ. Ну, худо-бедно вместе собрали картинку. А вот что делать дальше в такой критической ситуации? Понимаете, дальше либо хайповать, что случилось у нас успешно и продолжается по сей день, к сожалению, на этой теме, либо начинать уходить в анализ, может быть, немножко публицистики там будет присутствовать, да, но все-таки в серьезный, вдумчивый анализ. Вот это то, что нужно потребителю. Все остальное чисто информационное он снимет через соцсети и всевозможные мессенджеры. Но аналитической журналистики у нас, я по-прежнему утверждаю, пока серьезный, большой, нет. Вот у нас к теме мы так плавно перетекаем, и сейчас хотелось бы поговорить о подготовке журналистов. Я сам обучаюсь в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации уже 8 лет, сейчас в аспирантуре. Вот хотелось бы узнать, как изменился подход к подготовке журналистов именно на бакалавриате, основе высшего образования. Ну, сразу заметим для наших зрителей, что 8 лет вы обучаетесь не потому, что вы плохо учитесь, а потому что вы проходите эту сложную, опять термин цепочка, цепочку, вот как сегодня выстроено образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Бакалавриат, то, что вы спросили, как первый заход на большое образование и базовый такой, он действительно претерпевает большие изменения, во всяком случае, применительно к тому, что присутствует в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации. Сейчас у нас, напомню, телевидение, журналистика, медиакоммуникации, рекламы и связи с общественностью, направление подготовки. Прежде всего, в сторону усиления практикоориентированности. Журналистика, направление и телевидение переведены на принцип подготовки творческих мастерских. Предполагаем, что это уже год работает. Сейчас новый набор будет уже по этому принципу. Второй курс, уже ближе к третьему, столкнется с мастерами федерального уровня. То есть, это больше и больше практик. Второе, потому что это очень практикоориентированное. Видите, как стремительно меняется время, как стремительно меняются технологии, как стремительно меняются требования потребителей информации на медиапространстве. И они должны успеть в завтра быть состоятельными специалистами и востребованными. Ну и в связи с этим, то, что я сказал, больше технологизма становится в подготовке, больше того, что связано с IT-знаниями, с цифровыми знаниями. Не за горами активная часть приемной кампании. В связи с этим, хотелось бы узнать, какие изменения ждут абитуриентов в высшей школе журналистики и медиакоммуникации. Мы после перерыва в несколько лет по бакалавриату получили группу бюджетных мест по всем направлениям. Их немного, то есть и телевидение, и журналистика, и медиакоммуникации, и реклама связи с общественными. По шесть бюджетных мест на дневной бакалавриат, очный. Достаточно большое количество мест по направлению журналистика и телевидения на заочное обучение, по 25 бюджетных мест. Хотя я рекомендую именно этим направлениям, тех, кто хочет найти творческие специальные, это творческие все-таки во многом, творческо-технологические специальности, все-таки очную форму обучения, потому что я опять возвращаюсь к практикам, которые нужны постоянно, и общение с практиками, которые нужно постоянно. Ну, достаточно большое количество мест. Вот это может быть то, на что стоит обратить внимание. Это, конечно, создаст более качественно. Она и так у нас достаточно качественная, очень большая конкурсная масса, что называется. Но я думаю, что качество абитуриентов станет еще выше. Большое спасибо за содержательную беседу. Спасибо. Наши слушатели в обязательном порядке проходят, конечно, аттестацию по итогам обучения на программах, и они получают диплом оперподготовки. Работу в руки! Где татарстанцы бесплатно могут получить новую профессию? Я желаю, чтобы вы выбрали хорошую профессию. До свидания, школа! Здравствуй, университет! Как переживают прощания со школой лицеисты КФУ? Именно в этот день, в 1905 году, в Санкт-Петербурге, выходит первый номер газеты на татарском языке. День печати. Какая газета повлияла на развитие прессы и общественной жизни среди татар? Казанском университете дают возможность получить новую профессию и тем, кто находится в затрудненном положении. Например, людям предпенсионного возраста, безработным, неработающим женщинам, которые находятся в декретном отпуске или имеющих детей дошкольного возраста. Обучение этих категорий татарстанцев проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Для обратившихся обучение бесплатно. Всем, кто успешно прошел аттестацию, вручают документ, а некоторым еще и помогают в трудоустройстве. Это очень важная социальная составляющая работы Казанского университета. Переподготовка проходит на базе Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и переподготовки работников образования. Он ходит в структуру Института психологии и образования КФУ. Каким профессиям здесь обучают, узнала Роза Зарипова. Должно сказать, что должно быть базовое высшее образование. У вас здесь базовое количество, вообще идеально, поэтому вы в полном объеме попадаете под критерии данного проекта, вы можете быть обученными бесплатными. По образованию учитель Евгения до сегодняшнего дня собиралась идти работать младшим воспитателем в сад, куда ходит ее сын. Все поменялось, когда Евгения узнала, что при Казанском университете стартует программа переподготовки кадров. Успешно пройдя курсы, девушка сможет работать не просто няней, а воспитателем. В центре Евгения пришла задать интересующие ее вопросы. Во-первых, это программа курса, на сколько часов рассчитана данная программа, потому что имею уже багаж знаний. И второй вопрос, это какая форма обучения. На эти и другие вопросы отвечают сотрудники Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Санцентр входит в структуру Казанского федерального университета. Наш университет уже выступает, берет на себя те функции, которыми занимались раньше органы службы занятости. И я так думаю, что в этом есть большой смысл, потому что у нас есть серьезный опыт формирования контингента для программ дополнительного профессионального образования. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в центре стартуют бесплатные программы по переподготовке и повышению квалификации. После окончания каждый слушатель получит соответствующий диплом Казанского федерального университета. Диплом о профессиональной переподготовке на сегодняшний день позволяет человеку устроиться на работу педагогом в общеобразовательную организацию, либо в организацию дошкольного образования. То есть это абсолютно самостоятельный диплом, который позволяет трудоустроиться. Получить новую специальность могут мамы, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Программы также рассчитаны для лиц 50 плюс и предпенсионного возраста. Кроме того, своим слушателям центр по возможности помогает в трудоустройстве. В случае, когда есть заинтересованный работодатель, и тогда мы инициируем заключение трехстороннего договора. Вторая модель, когда гражданин или слушатель, он намеревается создать свое ИП или работать самозанятым. Это тоже является условием данного гранта. Ну и когда еще нет информации о том, где он будет заниматься, мы на себя должны взять обязательство, дальше оказать содействие в его трудоустройстве. Обучение пройдет как в очном, так и в дистанционном формате. Срок от трех недель до трех месяцев. В зависимости от выбранной программы. Также планируются стажировки во время обучения. Все заявки подаются через портал «Работа в России». Все заявки, соответственно, документы, подтверждающие статус граждан и возможность обучения ими в рамках национального проекта. Соответственно, гражданин должен зайти на этот портал. Верификация проходит через портал государственной услуги. Он выбирает в качестве субъекта республику Татарстан, выбирает ту программу, на которой он планирует обучаться, прикрепляет все свои документы. И далее Томский государственный университет, который является оператором по данному проекту, проводит проверку документов. Программы повышения квалификации, например, предлагают прослушать английский язык для делового общения. А ввиду последних трагических событий, произошедших в Казанской гимназии номер 175, темы образовательных программ были скорректированы и дополнены. Включили в эти образовательные программы наиболее актуальные вопросы, которые сегодня отражают деятельность педагога, особенности работы с детьми, психологические особенности. Заявки уже сегодня принимаются на портале «Работа России». Там же указаны все программы и необходимые документы для подачи. Две сотни обращений уже поступили от жителей Татарстана. Пройти бесплатное обучение и получить диплом Казанского университета могут все жители республики. Пойдете в школу? А не поздно учиться. Учиться никогда не поздно, идите. Роза Зарипова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Студенты Казанского федерального университета стали лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна», который на днях завершился в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие более 3,5 тысяч студентов из 75 регионов России. Татарстан занял второе общекомандное место. Большой вклад в общую копилку достижений республики внесли и студенты КФУ. Дипломами отмечены 4 творческих коллектива в двух номинациях – вокальные и видеоработы. Отметим, что в следующем году в Казани пройдет первый фестиваль «Студенческая весна стран СНГ». О других событиях недели в нашем дайджесте. Последний звонок на этой неделе прозвучал для выпускников университетской школы и лицея в КФО. Поздравил их ректор Ильшат Гафуров. Готовят создавать ЕГЭ ученики лицея имени Лобачевского, IT-лицея в Казани и университетской школы в Елабоге. Большинство выпускников признались, что планируют получать высшее образование в стенах Казанского федерального университета. И на это у них есть отличные шансы. Как правило, результаты единого госэкзамена выпускников университетских общеобразовательных учреждений превышают республиканские и российские показатели. В каком бы направлении вы не реализовались, вы должны помнить, прежде всего, свою семью, своих родителей. Поскольку именно они дали вам жизнь, а лицей дал вам право дальше учиться и работать. Я желаю, чтобы вы выбрали хорошую профессию, которая бы радовала вас по жизни и помогала вам по ней идти. Стажировки для студенческих спортивных менеджеров и проведение в Казани спортивных молодежных фестивалей. Об этом шла речь на встрече Рустама Мениханова с председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России Еленой Исенбаевой. И участником стал эректор Эльшат Гафуров. Отметим, что в столице республики в эти дни проходит Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Он объединил более двух тысяч студентов российских вузов и СУЗов. Молодец, это вот такое жаркое СССР. Вам на память о том, что вы встретились. Председатель Совета молодых дипломатов МИД России, советник генерального секретариата МИДа, судья Верховного Суда Республики и председатель состава коллегии по уголовным делам. С такими известными выпускниками Казанского федерального на этой неделе встретились студенты КФУ и МГМО. Напомним, вузы реализуют программу внутрироссийской академической мобильности. После нескольких дней в Московском университете ее участники ознакомились и с деятельностью КФУ. Мы старались задавать вопросы, потому что темы, безусловно, не могли быть покрыты в такой короткий промежуток времени. Поэтому вот то, что касается бизнес, инфраструктуры и развития предпринимательства в Республике Татарстан, для нас это было очень интересно. Ректор КФУ Ильшат Гафуров на этой неделе встретился с генеральным директором компании Geekbrains Александром Волчиком. Здесь обсуждались вопросы открытия базовой кафедры программирования GB в КФУ, внедрения тренингов, семинаров, дисциплин по выбору и содействия стажировке студентов. По итогам встречи подписан договор о сотрудничестве. О сотрудничестве шла речь и на встрече Ильшата Гафурова с представителями компании «Атлант» во главе с председателем совета директоров Юрием Тороховым. И кинокомпании «Максима» в лице директора Яны Тороховой. В ходе беседы был рассмотрен проект размещения на территории технопарка КФУ завода по производству домокомплектов по инновационной технологии. Директор кинокомпании вышла с инициативой создания на базе университетского технопарка цифровой студии досугого развлекательного типа. Здесь мы исходим из двух принципов. Первое – это должен быть один или два якорных резидента, которые приходят и помогают нам покрывать текущие кассовые расходы. То есть, по-простому говоря, это расходы, связанные с коммунальной инфраструктурой, с содержанием данного объекта. Для того, чтобы оставшиеся площади мы занимали бизнес-проектами нашего университетского сообщества. На этой неделе Казань приняла большую центрально-азиатскую конференцию дискуссионного клуба «Валдай». На ней выступил и профессор Казанского университета Александр Польшаков. Участником конференции стал и академик РАН Виталий Наумкин. Перед началом конференции встречу с ним провел ректор Ильшат Гафоров. Очень много учится, я знаю, в КФУ студентов и бакалавров, и магистрантов, и аспирантов из государств Центральной Азии. Это тоже очень важно. Поэтому для нас, для всей России, для Татарстана небезразлично, как дальше будут развиваться центрально-азиатские государства. В КФУ состоялся второй суперфинал по волейболу между победителем спартакиада работников университета и командой выпускников различных лет. Встречу посвятили 60-летию первого полета человека в космос. Победу в упорных партиях одержала дружина кафедры физ. воспитания и спорта. Начало недели ознаменовалось новыми рекордами – температурными. Июльская жара установилась в Татарстане, и это в середине мая. Столбики термометров поднимались до плюс 33 градусов. И хотя зной немного спал, однако лето нам предстоит не менее жарким, говорят синоптики. Как пережить такую погоду без ущерба для здоровья? Мы поговорим с руководителем кардиологической службы университетской клиники Гаделем Камаловым. Здравствуйте, Гадель Маратович. Здравствуйте. Как пережить жаркую солнечную погоду, особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями? Конечно же, пациенты, люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, наиболее уязвимы перед жаркой погодой. И вероятнее всего в этом случае мы должны обсудить несколько аспектов. Во-первых, конечно же, образ жизни таких людей, подходы к лечению. И, наконец, обсудить, что делать, когда такая жаркая погода непосредственно повлияла на пациентов и им стало плохо. Вероятнее всего, для того, чтобы лучше пережить жару, надо следить и за своей физической активностью, и за одеждой, и за характером питания. И в плане физической активности мы видим сейчас жаркая пора, дачная пора. И очень часто возникает ситуация, когда пожилые люди работают на приусадебном участке и, конечно же, не следят за своим самочувствием. Поэтому давайте договоримся таким образом, когда вы решили сажать свою морковь, редиску, пожалуйста, делайте перерывы по 10-15 минут, делайте продолжительные периоды в наклонку. Это первый аспект. Второй аспект – это, конечно же, характер одежды. Очень часто наши подопечные не следят за погодой и одеваются слишком тепло. Они одевают теплую обувь, одевают шерстяную одежду. Поэтому, конечно же, обращаю ваше внимание, помните про головные уборы, используйте легкую одежду, используйте сандали и следите за показанием термометра. Очень важный режим – режим потребления воды. Второй человек в среднем потребляет полтора литра жидкости. И, конечно же, эти рекомендации также важны для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пожалуйста, имейте рядом с собой неважно газированную воду или простую воду, кипяченую или из бутылок. Но, в любом случае, мы говорим все-таки не о сладких газированных напитках, мы говорим не о соках, не о лимонадах. В первую очередь, конечно же, это простая вода, потому что избыточное употребление углеводов и других веществ, которые входят в состав сладких газированных напитков, они, конечно, не полезны. Питание. Очень важный аспект. Здесь мы говорим о характерной диете, которая получила во всем мире название «Дашдиета». Эта диета включает в себя злаки, эта диета включает в себя овощи и фрукты. Здесь не надо никаких экзотических овощей, достаточно наши местные овощи, наши местные фрукты, яблоки, груши, сливы, все, что у вас есть на вашем приусадебном хозяйстве или ближайшем магазине. Это один аспект. Очень важно употребление зеленых травяных продуктов питания, салатов зеленых и, конечно же, ограничение употребления соли. Правила достаточно простые. Соль только в момент приготовления пищи. Не надо досаливать пищу, не надо иметь солонки на столе. И, конечно же, не злоупотребляйте соленьями маринадами, огурцами, помидорами, квашеной капустой, грибами. Вот это все надо особенно в жару исключать. Это все ответственно за повышение давления, за прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний. Я думаю, что вот эти основные правила жизни, важные для здорового человека, они еще более важны для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень важный аспект – это правильное применение лекарственных препаратов. Наши подопечные всегда имеют рекомендации своего кардиолога. И я обращаю ваше внимание, сердечно-сосудистые заболевания требуют ежедневного регулярного приема лекарственных препаратов. У нас очень часто возникают ситуации, когда пациенты-гипертоники не принимают лекарственные препараты, когда видят, что цифры артериального давления у них нормальные. К чему это приводит? Спустя некоторое время давление начинает подниматься, новые дозы лекарственных препаратов, давление падает. И вот такие вот качели вверх-вниз, они только усугубляют состояние пациента. Поэтому, пожалуйста, чем регулярнее вы принимаете лекарственные препараты, тем лучше ваше здоровье, тем стабильнее ваше состояние. Ну и, наконец, мероприятие, которое каждый из нас должен знать и возможность осуществлять тогда, когда нашему родственнику, нашему ближайшему соседу стало плохо во время жары. Пожалуйста, освободите воротник, дайте воду прохладную, посмотрите, возможно, есть лекарственные препараты, которые регулярно принимает наш пациент. Они, как правило, знают эти лекарственные препараты. Если вы видите, что состояние пациента ухудшается, пожалуйста, не вызывайте соседей, вызывайте скорую помощь. Это очень важно. Чем быстрее приедет бригада скорой медицинской помощи в тяжелых ситуациях, тем быстрее наш подопечный окажется в специализированном медицинском учреждении. Такой содержательный ответ. Кажется, что вы прочитали просто мои мысли и все мои вопросы. Но вот еще хотелось бы уточнить, а увеличивается ли количество пациентов, которые обращаются в униклинику с жалобами на самочувствие вот в такие дни, которые были в начале недели? В жару, в дачную пору количество пациентов не увеличивается, а уменьшается. Мы сами удивляемся такой ситуации, но вероятнее всего это связано с тем, что наши подопечные находятся на приусадебном участке и, испытывая ухудшение состояния, порой надеются, что такое состояние пройдет самостоятельно, можно будет справиться. И такие фразы вы их, наверное, слышали. Перетерплю, ничего страшного. Вот это очень важный аспект. Не надо перетерпеть, не надо. Лучше перестраховаться. Поэтому, пожалуйста, если вы чувствуете, что ваше заболевание пошло не по сценарию, если есть ухудшение, пожалуйста, обращайтесь к врачу и вызывайте скорую помощь. Отдел рукописей и редких книг Казанского университета хранит немало тайн. В сокровищнице огромное количество раритетов. О некоторых из них мы уже рассказывали. Это и первые периодические газеты, и статьи Тукая, и труды Марджани. Мы специально называем работы ученых в сфере их общественно-просветительской деятельности журналистики. Мы уже говорили о том, что на этой неделе свой профессиональный праздник отметили татарстанские журналисты. Почему именно 19 мая было выбрано для этой даты, расскажет в своей авторской рубрике Илья Андреев. 19 мая. Журналисты, редакторы, издатели и другие представители медийного сообщества республики отмечают важный праздник. День печати Татарстана. Дату 19 мая выбрали не случайно. Именно в этот день, в 1905 году, в Санкт-Петербурге выходит первый номер газеты на татарском языке НУР. Что в переводе на русский значит «луч» или «свет». Мы в отделе рукописей редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. У нас с вами уникальная возможность познакомиться, увидеть подлинники первых номеров газет на татарском языке и города Казани, и Санкт-Петербурга. Начиная с первой четверти 19 века, в связи с традиционно высоким уровнем грамотности среди татарского населения, наиболее прогрессивные представители татарской русской интеллигенции предпринимали многочисленные попытки добиться разрешения властей на печатание газеты на татарском языке. Первая безуспешная попытка получить разрешение на издание газеты на татарском языке была проделана в 1808 году профессором Казанского университета за польским. Тогда царское правительство отказалось дать ему согласие. В 1834 году с просьбой к попечителю Казанского учебного округа Мусину Пушкину разрешить издание газеты «Бахар-Уляхбар» в море новостей обратился студент Восточного факультета университета Никольский. Несмотря на поддержку профессора Казимбека, разрешение получить не удалось. В 1870-х годах ходатайство об издании газеты «Тан Елдезе. Утренняя звезда» возбуждает татарский просветитель Каюм Насари. Безрезультатно. Ученый был вынужден ограничиться изданием ежегодных календарей, которые в определенном смысле стали первым периодическим изданием на татарском языке. В 1892 году инспектор Казанской учительской школы Шахбазгари Ахмеров, имевший университетское образование, подает в управление печати в Петербурге ходатайство об издании газеты «Казань». В ответ на это он получает порицание за попытку заниматься издательским делом, состоя одновременно на государственной службе. В начале 1905 года в городе Уральске с ходатайством выступили просветитель Камиль Мутагит Ухватулин и знаменитый поэт Габдул Тукай. Снова безрезультатно. И вот, наконец, перед нами первый номер газеты, который выходит на татарском языке, выходит в Санкт-Петербурге под названием «Нур». И нужно сказать, что газета «Нур» стала связующей нитью между столицей Российской империи и Древней Казанью, городом с тысячелетней историей. Газета «Нур» — это, в общем-то, событие, очень значимое для истории и печати как и Татарстана, так и всей России. Ну и выходит она в Санкт-Петербурге, конечно, по одной простой причине, такая особенность. Это, конечно, цензура, которая не дала сделать это в Казани. На ее страницах печатались материалы, пропагандирующие общечеловеческие ценности, защищающие интересы нации. Ее корреспонденты боролись за сохранение самобытности татарского народа, за укрепление национальных традиций. Во многом именно благодаря деятельности газеты «Нур» поддерживались народные обычаи, национальные нравы, сохранялись жемчужинная национальная культура и языка. Развивалась литература татарского народа. Газета послужила дальнейшему развитию средств массовой информации. Потомки ищут память основателя газеты «Нур» Атолы Баязитова. Перед нами первая газета, которая выходит в Казани, общественно-политическая, литературная, под названием «Казан-Нурбере». Выходит она в тот же 1905 год, как и газета «Нур», которая вышла в Санкт-Петербурге. Ну, на что здесь можно обратить внимание? Адрес «Казань», редакция газета «Казанский вестник», ну и штамп «Научная библиотека Республики Татарстан». Выпускал газету «Юрист» Цаидгарий Алкин. Первая газета в Казани, выходившая на татарском языке, издавалась с 29 октября 1905 по 23 марта 1911 года. Всего было издано 416 номеров. Первоначально газету планировалось выпускать на татарском и русском языках, однако по решению организаторов и Главного управления по делам печати она стала выходить только на татарском языке. Вначале татарские газеты выходили один раз в неделю. Во время Первой мировой войны стали ежедневными. Росту популярности газет способствовали специальные чтецы в татарских чайнах, которые читали посетителям газеты вслух. По широте охвата и разнообразию представленных мнений, переводико этого периода во многом превосходило советскую татарскую прессу. Многие газеты выходили лишь в течение короткого времени, и потом бесследно исчезали, или возникали снова под другими названиями. Как говорил профессор Филипп Филиппович Преображенский, если вы заботитесь о своем пищеварении, мой вам добрый совет. Не считайте советских газет до обеда. И помните, мы всегда рады видеть вас в отделе рукописи редких книг. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Радмир, Софи Уленков. Увы, итоги недели. 86% россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, положительно бы отнеслись к решению своего ребенка или внука стать ученым и сделать научную карьеру. И это радует успехов и достижений, пусть в маленьких, но первых шагах в образовании и науке. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова